Здравствуйте! С вами программа Время Икса. Меня зовут Ксения Вишневская. Сегодня у нас в гостях Елена Майко, председатель городского родительского комитета. И сегодня наша тема посвящена Центру родительского просвещения. Елена Викторовна, здравствуйте. Добрый день. Мне приятно всегда принимать гостей нашей студии с такими интересными темами. Тем более, что я мама, и мне интересно, что это за проект. Как давно вы им занимаетесь? И самая главная цель этого проекта. Как давно занимаемся? Организация сама уже существует больше двух лет. И вот год назад мы задались целью, создали городской родительский комитет. И по итогам работы выяснили, что есть ряд вопросов. Несмотря на огромное количество источников информации, не хватает структурированной информации, которая бы вовремя была донесена до родителей, до целевой аудитории. И была донесена не просто откуда-то из разных источников, а именно компетентными людьми или через уполномоченные органы. И так родилась идея создать Центр родительского просвещения, который был бы многофункциональным и все запросы родителей смог бы удовлетворять. И таким образом, эта идея была поддержана, этот проект был поддержан субсидией правительства. Мы ее реализовали. То есть реализовали, получается, начало первого этапа, потому что на самом деле проект, он многоплановый и долгосрочный. За эти четыре месяца мы смогли сделать какую-нибудь небольшую орг-работу. И уже есть первые результаты, первые наработки. И идем, двигаемся дальше. Поделитесь, что за первые результаты и какие все-таки наработки. Смотрите, вот повестка, которая формируется самими родителями, вопросы, которые их волнуют, они компонуются в своеобразную повестку. И мы применяем такой подход, проектный подход, так скажем. То есть если где-то мы можем и видим в себе силы и специалистов, которые могли бы предложить решение, мы разрабатываем проект. Вот один из них, я уже об этом говорила, это «Медиапатруль». «Медиапатруль» — это проект, призван содействовать созданию, формированию в Севастополе чистой информационной среды. И вот на данный момент мы на том этапе, чтобы созрели для того, чтобы созвать, наверное, не просто любых участников, а именно отцов. Потому что, насколько мы это увидели за последнее время, именно мужчины отреагировали очень на такую резонансную проблему, которую сейчас вы увидите на севастопольских бигбордах. «Медиапатруль» — это направление, оно призвано информировать не только родителей, но и студентов, старшеклассников о том, какие есть информационные угрозы, какие бывают информационные манипуляции, чтобы они ориентировались в этом мире. Тем более мы идем в цифровое общество. И, знаете, сами студенты говорят, ну, вы нам говорите одно, а по факту в СМИ, на телеэкранах, на федеральных каналах мы видим совершенно другое. То есть либо вы говорите политикой двойных стандартов, либо нас где-то обманывают. Детей не обманешь. И в этом плане я думаю, что нам всем нужно сообщать, действовать и какие-то меры предпринимать уже серьезные, а не только на эти красивые слова и красивые обложки. Я правильно поняла из вашего рассказа о том, что целевая аудитория, в принципе, этого проекта, она не только касается родителей, которые уже имеют детей, но и студентов в том числе, чтобы это все было более грамотно и подготовлено, я так понимаю. К сожалению, у нас высокий процент развода. Если вы откроете сайт Минстата, то вы увидите, что развод там 6,4. И вот хочу сказать, что есть правильная информация, которая могла бы помочь и юношам, и девушкам разобраться в себе, разобраться в ожиданиях к партнеру, о том, что они ожидают от создания семьи. Потому что сейчас, если этим не займутся они сами, то их воспитанием занимаются обычно те люди, которым на руку только разрушение института семьи. А это опора государственности, это мое личное убеждение. И я не считаю, что институт семьи и жил себя. Это абсолютно не так. То есть наша основа – это как раз семья с ее традиционными ценностями и обычаями, традициями. Я хотела бы поставить сейчас не в такое простое время, действительно, для семьи. Все-таки тему во главе угла, как говорится, безопасности. Ваш проект, как он информирует? Что именно по безопасности, если поговорить, информационной безопасности и вообще безопасности семьи в целом и детей? Как реализуется в вашем проекте? Какие планы? Вы знаете, мы сотрудничаем с Ассоциацией, с Востокским отделением Ассоциацией психологов образования и подписали соглашение также с Крымской Ассоциацией психологов и психотерапевтов. Есть среди них очень интересные специалисты, которые действительно горят своим делом и готовы были бы помогать семьям и будущим семьям, и просто молодежи выстраивать понимание того, какая должна у них быть семья. Поэтому все еще в начале пути, потому что психология – это вообще сфера очень непростая. Поэтому посмотрим. Я думаю, что еще будет что рассказать вам на эту тему. Я думаю, что мы не раз вас еще пригласим, потому что, я так понимаю, если первый этап запущен уже 4 месяца, существует ваш проект и развивается настолько активно, хотелось бы, конечно же, у вас узнать, какие все-таки перспективные планы на будущее по этому проекту и что в ближайшем времени мы сможем, наши зрители могут получить какую-нибудь информацию. Есть такое направление в законодательстве России как семейное образование. И, вы знаете, я сторонник того, что каждый делает свой выбор. Но если люди уходят на семейное образование, уходят из школы, значит, что-то их к этому решению, были причины, почему они такое решение приняли. И я скажу, что официальная позиция, конечно же, мы обязаны выполнять, госорганы обязаны выполнять закон, но не приветствуется уход, потому что считается якобы, что здесь ребенок лишается возможности социализации. И для того, чтобы понимать, почему уходят на семейное образование, какие учебники, какие материалы используют родители, да, может быть, чем-то помочь, обменяться мнением, у нас есть великолепный специалист по этому направлению, и мы на следующей неделе будем собирать, так скажем, тех, кто или уже на семейном образовании, или планирует, или задумался, может быть, они передумают, или наоборот укрепятся в своем мнении, да. И поэтому мы хотим в пятницу 13-го. Даже вот так интересно. Да, в 16 часов. А где уже надо будет смотреть, кто заинтересуется, объявление будет на сайте городского родкома, там, ВКонтакте или в Фейсбуке. Вот таким вот образом. Потому что это непростая вещь. Да, извините, перебила вас. Как узнать вообще действительно родителям, те, которые, может быть, нуждаются в какой-то информационной поддержке, в том числе в помощи, как узнать о вас, об этом проекте, и как обратиться, сделать первые шаги, чтобы это тоже можно было. Вы знаете, в рамках вот этого центра, в рамках субсидии мы скоро будем запускать, уже доделывается сайт, полноценный сайт этого проекта и вообще городского родкома. А пока через сайт есть такие вот выходы на соцсети, на ВКонтакте группы, группу в Фейсбуке. Вся информация там, контактные телефоны, электронная почта, все работает. Да, Елена Викторовна, к сожалению, молниеносно проходит наш эфир. А мне, конечно же, безусловно, хотелось бы еще побольше узнать о самом этом проекте и поговорить, может быть, о досуге, самое главное, то, что в нашем Севастополе сейчас это все развивается. Как вообще провести это лето? Что вы рекомендуете? И с точки зрения... Хочу сказать, что у нас из огромного количества заявок, которые были... проекты, которые были поддержаны президентским грантом, в Севастополе семь организаций выигрывало грант. И одна из них — трезвый Севастополь по пропаганде здорового образа жизни. И мы уже заключили с ними соглашение о сотрудничестве. У них одно из направлений — это привлечение детей к активному досугу на природе, какие-то однодневные походы, что нас вполне устраивает, потому что с детьми очень, наверное, сложно было бы сразу с ночевками выходить в походы дальние и так дальше. А вот такие однодневные, когда дети общаются, это могут быть... А мне сказали по секрету, что, может быть, вполне будут там какие-то песни, ну, может быть, не у костра в такую жару, но под гитару точно. Вот. То есть это авторская песня. Это ведь здорово, когда дети... Они сейчас не умеют петь. Они общаются все через гаджет, да, сидят. А здесь у них будет такая возможность и услышать, увидеть друг друга, увидеть природу, научиться любить это все, понимаете? Вот, мне кажется, это... Наверное, это основа патриотического воспитания. Да-да, Елена Викторовна. Скажите, а вот все-таки, как вы считаете, нашей современной семье, что сейчас не хватает? Понятно, что информационное, там много информационного поля, где дети проводят время. Что вот, как на ваш взгляд, общаясь и погружая себя в эту среду, вот почему у нас столько разводов? Почему мы так мало уделяем нашим детям внимания? В чем причина? Знаете, мне очень нравится, как ответил бы на этот, наверное, вопрос. Нам не дают сосредоточиться на себе. Именно сосредоточиться на своей стране, на своем городе. То есть есть много внешних сил, которые препятствуют этому. Но с другой стороны, хочу сказать, пусть не обижаются часть какой-то аудитории, но, простите, люди сами ведут себя неподобающим образом. Они готовы порой за килограмм гречки продать какие-то свои интересы, придать интересы общества. А если вы помните, когда был пионерский салют, то что это означало? Что интересы общества в целом, они превыше личных интересов. И только так человек может развиваться. Только так, а не иначе. Она же ориентирует на личностно-ориентированный подход, на общество потребления. Но мы-то видим, что это не работает. И вот те даже, с ограничением, понимаю, что люди старшего поколения, когда вот таким образом, как я говорила, за килограмм гречки, за какие-то маленькие поблажки передают, то это уже просто грустно. Мы понимаем, что общество, оно подойдет к какой-то грани, и потом уже, наверное, очнется. Либо мы в пропасть, либо мы что-то делаем. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли. И самое главное, за то, что вы реализуете в Севастополе такой очень нужный, очень важный проект. Благодарю. Спасибо. Я так понимаю, что все последнее, то, что вы сказали, это была основная цель этого проекта. Наверное, да. Соглашусь. Спасибо большое. Спасибо. Мы на этом с вами прощаемся. И в гостях у нас была Елена Майко, председатель Градского районного комитета. Оставайтесь на информационном канале Севастополя. И до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...